И снова здравствуйте, всем привет! И так, спасибо тем, кто участвует, значит, в обсуждении вот этих событий с роликами временного вот этого первоначального монтажа того, что было сделано, значит, по роликам для Дикого Запада. Вы абсолютно правы, что качество плохое, ну потому что это не рендер, вы это всё тоже говорите. Потом вы также правильно говорите, что где-то не хватает, значит, в таймлайне покадровок, мало, значит, анимаций, чтобы сделать длинный разговор. В принципе, во всём вы правы, спасибо, что вы ещё раз общаетесь, значит, участвуете в обсуждениях этого вопроса. Но тут теперь такой вопрос, я пока отдохнул от анимации, там у меня есть идеи, я там ещё всё буду переделывать, всё равно это очень напряжно, даже такие маленькие сцены делать, это очень много времени и напряжение уходит. Поэтому многие и бросают после определённого момента, понимая, что это не такая уж и лёгкая задача, чтобы всё это дело скомпоновать, обустроить, разложить и сделать полноценный мультфильм. Так, хотелось бы попробовать, именно вот задумка у меня такая, как же сделать титры, так как я их раньше делал, или использовать программы, вот именно, которые помогут нам их вставить. Ну, давайте, первая программка, видеопад, качайте, регистрируйте на почту, ну, понятно, да? Так, теперь открываем наш файл, и вот, так, это обрезанный файл, значит, delete, клавиши работают, так, загрузки, загружаем, смотрим. Так, вот он у нас есть файл, ты-дын-ты-дын, всё тут пролетает, проносится, и хочу я вставить текст. Вот эту программу я использую постоянно для монтажа, уже на протяжении всего того, что я делаю, снимаю на канале. Вот эта программка очень мне нравится. Так, добавляем, что у нас? Вот, мне больше нравится печатная машинка. Давайте её включим. Напишем всё текст нашего, значит, названия нашего вот этого мультфильма. Это псы тоже улыбаются, но пока это не точно. Можете в ВК предлагать свои названия, как бы вы назвали, значит, вестерн. Ну, допустим, пока вы не знаете, что там даже будет проходить, ну, название можно дело подобрать. Главное, чтобы потом к этому названию придумать дальнейший сюжет. Так, значит, что псы, пишем, псы тоже улыбаются. Не знаю, нравится мне это название. Так, делаем и наклонное, но опять же жирное. Что тут можно ещё поставить? Color, давайте. Так, а ну-ка, тут Color. Ну да, вот он, Color. Значит, ставим красный. Окей. Так, вот у нас здесь появляется эта штука. Вот наш текст. Мы его растягиваем там приблизительно, где он должен быть. И, значит, что смотрим с самого начала. Чуть-чуть я перемотаю, потому что здесь вот идёт, допустим, будет разговор какой-то. И вот псы тоже у нас улыбаются. Название, в принципе, всё хорошо, но не хватает каких-то изюминок. Здесь вот если что-то добавлять, ну, не так мне эти эффекты нравятся. Сейчас попробую, значит, я раньше тоже пробовал. Нажимаем на текст, и вот просто я хочу, чтобы он был, ну, побольше. Вот такая штука. Так. Смотрим опять же раз. Псы тоже улыбаются. Вроде бы прикольно, вроде бы зашибись, да? Всё так. Здесь опять же можно уменьшить расстояние вот здесь вот всё. И смотрим, насколько эту дорожку продлить. Ну, вот печатный текст, он нормально, но исчезает быстро. Вот тоже, видите? Ну, тоже прикольно, как в те времена вестернов. Потом я хочу сюда, допустим, добавить титры. Титры тут тоже есть, но они постоянно на чёрном фоне. Вот этот тоже мне не нравится. Можно использовать отдельный, допустим, вот такую вот шкалу. И где тут? Печатаем. Выделяем. Пусть будет красный, окей. Так, вот он. Здесь красный. Вот тут. Окей. И печатаем, допустим, да? В ролях. Ну, приблизительно, допустим, мы так хотим, да? Так, смотрим. Добавляем сюда. И что у нас получается с переходом? Бам-бам-бам-бам-бам. И вот у нас, оп, видите, уже с тенями, уже зашибись. Нажимаем сюда. Где у нас тут тени? Я их тут, в принципе, не вижу. На печатной машинке тени, по-моему, куда-то деваются. Red, красный, volume, ту-ду-ту-ту. Вот, new. Тут только полностью текст красный. Так, ну, вот это печатная машинка. Возможно, можно какие-то другие использовать, но качество у них соответствует. И вот, значит, вот вырезает у нас в ролях. Вот так вот она пробегает. Потом, допустим, мы ту же самую используем. Нудновато, конечно, будет, но можно тут, на вот этом пространстве, которое я сделал, в принципе, можно что-то написать. Мотаем, вот опять же, где она тут у нас? Вот она, вверх, да? Добавляем. Здесь у нас будет, допустим, главный герой. Вниз печатаем, там, какого-то, Джон, допустим. Потом вниз пропускаем какую-то голову, строку, и, значит, печатаем этот, кто у нас, главная героиня. И так далее. Так, это тоже смотрим. В ролях прошла. Главный герой, Джон, главная героиня, и так далее. В принципе, тоже можно это дело использовать. В принципе, неплохой вариант. Быстрее будет, чем в блендер печатать, потом это всё дело подстраивать под камеру, да? Ну, тоже там попробуем, наверное. Так, это вот первая программка. Всё нормально. Закрываем диск. Так, ещё одна программка нового видеоэдитора. Добавляем файлы. Находим загрузки. Добавим большой файл, само собой. И перетащим его вот в это окошко. На нулевой кадр. Так, это он нам туда говорит, что, мол, можно звук вставлять. И вот, на этот момент нам нужно добавить текст. В принципе, тут то же самое, но каким макаром, да? Художественный. Так, это вот такая штука. Вступительный. Тоже есть варианты. Так, популярный. И здесь тоже где-то был простой текст. Простые. Вот, масштаб отдаления. Смотрим, видите. Тоже здесь уже, как бы, побольше этого дела. И он исчезает. Так, тоже здесь есть печатная машинка. Вот давайте её используем. Мы её перетащим вот сюда. Здесь печатаем, значит, что у нас получается. Псы тоже улыбаются. Так, есть такое дело. Тут не знаю, как её подрастянуть, наверное. А ну-ка, оп. Так, выберем наш текст. Так, растянем его по длине. Сделаем, возможно, наклонным и, значит, жирным. Так, есть такое дело. И пока это всё. Так, а ну-ка. Как это всё дело будет происходить? Смотрим, как это будет появляться. Ну, в принципе, прикольно. И тут тоже ставим расстояние, докуда. Так, смотрим, опять же, включаем play. Тут, тут у нас уже полетел орёл. Это, значит, нужно это подальше передвинуть. До орла. Смотрим, опять же. Нажимаем на неё. И, значит, здесь нужно заливку поставить. Ну, допустим, красную. Так, заливка есть. Всё это дело вроде бы нормально. Всё, зашибись. Что теперь нужно сделать? Эффекты, да? Так, где наши... Это фон, тень. Вот, включим тень. Уже получше. Можно цвет тени и контур. Вот с контуром будет вот такая штука. Контур можно чуть-чуть, допустим, сделать пожирнее, потонше. Так, фон нам не нужно. И, значит, тень можно, допустим, делать вот потемнее. Так, есть такое дело. И то же самое. Значит, выбираем и пишем титры, да? Понятно. И сюда подставляем. Принцип один и тот же. Ну, здесь больше возможностей. Если мы выберем, допустим, что у нас тут ещё есть. Эффекты. Так, наложим. Вот интересно, куда тут эффекты накладываются. Шумы. Избранная. Так, размытость художественная. Так, и куда её кидать? Не сказано. Надо искать эту информацию. Так, это кто у нас тут? Переходы можно добавлять. Потом. Что тут с элементами? Также можно добавить музыку. Музыка вот внизу. И так далее. В принципе, для написания текста зашибись. Всё, запомнили. Значит, название и дальнейшие события тут можно пропечатать и сделать. Так. Где он этот? Видите, там показано, откуда стрелки идут. Ну, можно, допустим, надпись тут написать, чтобы она была похожа, как... Ну, две программы использовать, чтобы более-менее одинаковый стиль был, да? Потому что на том, печатная машинка, там, видите, нет этого контура жирного. Я его там пока не нашёл. Так, погнали теперь в блендер. Посмотрим, что там можно сделать. Итак, заходим, значит, в блендер. Находим в add. Сначала давайте переключимся сразу на русский язык, чтобы у нас текст был русский. Находим Russian. Так, теперь добавить. Добавляем текст. Появляется текст. Заходим в текст. Находим шрифты. Подключаем какой-нибудь шрифт русский. Так. На русском будет, да? А вот какой бы выбрать? О, пускай будет такой. Так, теперь. Заходим теперь в режим редактирования. Смотрим, что да как. Ну и начинаем печатать. Пробуем, будет на русском. Так, это у нас, значит, псы нет. Значит, выбираем другой текст. А ну-ка. А ну-ка. Вот они. Псы тоже улыбаются. Получилась у нас вот такая надпись. И значит, что нам понадобится. Заходим в обжиг мод. Так, добавляем материал всему этому действу. Значит, будет красный. Так, здесь вот тени я не знаю, как сделать. Единственное, что можно сделать. Shift D. Сделать какую штуку. Растянуть это всё дело. Чуть повыше. Так, единицы на нампаде. И чуть-чуть пониже это дело опустить. Так, а ну-ка. Семёрка на нампаде. Добавляем другой цвет. Какой-нибудь. Так, ага. Пардонте. Ctrl Z. Удаляем ему цвет. И вот такие тени можно сделать. Ну, таким образом. Да? Так, если мы единицу на нампаде выберем. Видите, у нас тонкий текст. Мы его можем сделать жирным. Добавить модификатор упрощения. Так, по-английски забыл. Объёмность, да? Он там что-то выпирать начинает. Ну, в принципе, вот такая штука. Объёмность. Так. Выбираем нижний свет. И вот, ну, в смысле нижнюю вот эту штуку. И можем сделать вот, видите. Нижний вот этот вот. Нижний кант. Печатную машинку, в принципе, здесь можно сделать, да? Ну, это будет гемор такой, да? А вот, чтобы надпись появлялась, допустим, с какого-то угла. Вот, допустим, с этого, да? То, получается, делаем S. Допустим, в ноль. Прописываем и. LockRodScale. И на каком-то там, допустим, с какого кадра мы, опять же, поглядеть. Ну, пускай по 70 делаем S. Увеличение. Прописываем и. LockRodScale. Смотрим, что у нас получилось. Бац, бац. Появилась надпись именно вот с этого момента, ну, откуда он привязан. Если мы привяжем к центру, то он будет от центра расходиться. Если привяжем, допустим, ну, к нижней части, вот здесь вот, поставим к пивоту, да? То она будет расходиться, надпись кверху. Ну, в принципе, можно всё это дело обыграть. Так, пускай пока вот эта штука и сохраним её, значит. Сохранить как? Так, сохраним. Ну, давайте. Так, это у нас заглавие. Так, теперь я переключусь на английский. Видите, раньше на русском лучше было, но привык к английскому. Теперь я не могу на русском вообще, значит, работать. Единственное, что я его включаю, если там волосы, что-то там, симуляции делать, чтобы понять, что там написано. Так, заходим. Куда мы заходим? Находим нашу вот эту сцену. Это будет у нас, по-моему, облёт камеры, потом... А ну-ка, вот это. Итак, импортируем сюда, значит, нашу надпись. Это файл, линк, коллекция. Делаем S. Таймлайн поднимаем на первый кадр. Если поставим, мы её не увидим. Давайте на 62-й. Всё дело вот это включим. Английская T. И, значит, выберем надпись и на транспорт её переключим. Так, теперь мы её перекручиваем. Поднимаем ноль на нампаде. Делаем S. G. Подставляем. Так, R немножко перекручиваем, подгадываем. Выравниваем. Так, вот так её. Опа. Ноль на нампаде. В принципе, что? G. Подгоняем. И где-то... Так, на каком кадре? Вот на этом, да? Это получается и прописка. На первом кадре давайте и прописка. Как она будет проявляться? Так, да, нормально. Всё это дело прописали. Теперь, значит, файл это дело сохраняем. Сейв. И зайдём в файл, который у нас называется... Так, нет. Заглавие. Так, это 70-й кадр. А там был, ну, допустим, ставим, давайте, 70-й, и исчезновение произойдёт... Ну, где-то на 90-й, давайте на 100-й. Делаем S. Сейчас в ноль её убираем прям, чтобы её видно не было. И прописываем и локрот скейл. Так, вот она у нас появляется, и раз, она у нас исчезает. 100 кадров получается. Этот файл тоже сохраняем. И теперь файл, значит, open. Герой облёт камеры. Смотрим, что у нас получится. Сейчас подзагрузится, вот. Так, здесь у нас был 70-й кадр. Мотаем, мотаем, мотаем. И вот эту G ставим на 70-й кадр. Так, и значит, раз, вот она с камерой уменьшается до 100-го. Идёт камера дальше, и всё нормально. В принципе, всё привязано. Бамс, бамс. Видите? А ну-ка, давайте включим. Нужно сделать ей задержку, наверное, до 120-го. А до 140-го, там, она до 160-го должна уменьшиться. Ну, вот такой ещё есть вариант. И точно так же добавляем, значит, наши титры. Геморно, да. Ну, можно сделать прикольную штуку, да. Если не использовать какие-то, значит, редакторы по монтажу видео, то Blender, в принципе, тоже может нам дать какой-то результат. Но это будет чуть-чуть геморно. И получается, если мы в одном файле сделаем вот эти все задержки, смотрим по нашему файлу, сколько у нас выходит тут кадров до Орла, вот здесь у нас уже сейчас вот раз появился Орёл. До 1054-го кадра мы делаем только титры, которые будут уменьшаться, исчезать, пролетать. Короче, это можно сделать всё в одном файле, и потом его всё закинуть, и тут его уже дописать. И сделать отдельный файл, назвать его титрой, укороченный. Вот такой вариант. Итак, значит, выбирать вам. Я тоже потом, когда это дело буду делать, тоже выберу вариант, какой получше. Ну, побыстрее, конечно, в редакторах. Ну, возможно, если что-то будет... Ну, а так, вроде как бы необычно получается. Если закинуть два файла, то титры можно уже прописать ихнюю дорожку вверх. И всё. Два файла каких-то закинуть и сделать дополнительный файл, ну, думаю, не займёт очень многого времени. Ну, на этом всё. Всем пока. До свидания. Заходите в группу. Там очень много интересного. Моделей очень много. Можно попробовать... Все они с ригами. Можно попробовать анимации. Можно попробовать вот этот вариант сделать. Или что-то с роликов попробовать. Всё. Всем пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»